Так, всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Санчетфулл, и мы продолжаем проходить Reborn Двойники. Так как нам дали задание в прошлой части на Террехевариус Свободы, вот честно, я не знаю, как на эту локацию попасть. Отсюда вы с ней, на неё не попадёте, наверное, ну, то есть, если вот через это пройти, может быть, и попадёте, но... Хрен его знает, то есть, тут вот проход через это, то есть, это можно через кордон, наверное, вот так вот, вот, пройти по этой кишке и уж туда попасть, но, может быть, вполне. Сейчас мы с вами в Рыжий Лес вернёмся, сказать этому деду, что мы выполнили задание, если это можно сделать. Ну, попробуем. Нахер. Чего он меня через эту херанул просто? Жесть. Так. Я вот боюсь за этого пацана, который побежал, Лукаш, блин. На радар. Нам вот сюда надо. В Рыжий Лес, там переход появился, то есть, нам нужно идти туда. Могут и нагрянут, если он там вот. У нас пацаны где-то. У нас пацаны где-то. П fus. Боис. Не пацаны. У нас пацаны. Буууу. Пууу. У нас пацаны. но чтобы этого ковнаря не убили блин ковнаря главаря печальные парни с гауссом третий ты в задницу нихрена не видно конечно что какой ножик свидание где он мать все неправильно правильно было бы уничтожить этих кровососов все таки но что то как то не знаю даже мне точно полно поможет бинокль фене болта бинокль 1 химеры то есть не люди получаются химеры это попроще будет зеленым не уже стал когда я так понимаю нет фонарика вообще от становится не видно их хренище интересно что нам лесник скажет у меня все таки задание было типа помочь чувакам свободы м поехали да светло а подождите давайте откроем если тут есть переход давайте откроем вот почему бы и нет чтобы он был главное просто далеко он фигачит конечно но ничего мы это я думаю сделаем причем довольно таки быстро наемники зеленые вот 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 Нет, дробовки нужно обязательно собирать, потому что это реально... Вот у них мог умереть мужик с Барретом, и это было бы довольно-таки неплохо. Вот именно так вот. Придется опять выбрасывать всякий ненужный хлам, типа пистолетов. Теперь я могу ходить. Замечательно. Просто замечательно. В общем, они были зеленые, а теперь стали желтые. А нет, это все-таки сталкеры зеленые. А наемники по-прежнему нейтральны. Я решил посмотреть, что это за тайник, но я не думаю, что он что-то хорошее из себя представляет, потому что тайники тут такие. Чисто есть тайник и хрен бы с ним, да. Чисто так. Дополнительные припасы просто. Благо, что у нас уже дамажат аномалии поменьше. И, кстати, сталкеры опять не зеленые. Да что это такое? А, это долг. Сталкеров захерачил кто-то. А нет, вот они. То они показываются на карте, то они не показываются на карте. Очень удивительно. Читать ночью без света. Какое-то пафосное выражение девочки. Кстати, у нас, да, вот эта штука есть, надо бы ее когда-нибудь попробовать, потому что, раз она у нас появилась, почему бы ее не попробовать? Что она, на какие локации, с каких локаций она телепортирует? Склады долина. Блин, просто на складах нужно было юзнуть вот эту штуку, и все. Рыжелес, агропром. То есть, реально, надо на складах юзнуть эту штуку, и мы пойдем туда, куда нам нужно. Просто хочу посмотреть, появились ли реплики. Тьфу. И появились ли реплики у... А, мы сможем спокойно телепортироваться. У нас же есть телепортер. То есть, вот этот вот. Мужик. Так что, нормально. Мы туда сможем портироваться. Че, давай, сменный, я тебя жду. Ты сменный, что ли? Куда ты? А он сменный бежит. Я думал, что-то он какой-то в броне, в крутой сменный такой. Хорошо. Да что ж, тебя. Надо, кстати, покушать. А то, если я сейчас буду спать, я тут и отброшу кони. Хорошо, теперь нужно типа перемотать время. Раз, два, три. Привет, мужик. Здорово. Какая дорога, привет. Не забывай, старик. Я всегда шел просто так, да? Ну, костюм. Сколько починка барата стоит? 5200. Ну, а пусть будет нулевый барат, почему нет? Жалко вот эту бандуру улучшить нельзя. Всякие другие костюмы можно улучшить. Так, хорошо. Встретимся, друзья, уже в долине. То есть, я думаю, потому что мы сейчас, я быстренько... Хотя, я сейчас просто посмотрю, может, на армейских кладах есть телепорт. Если это так, то это очень круто. Нифига ты где стоишь, мужик. А вот что я еще слышу. Время дорого. Здорово. Вот так. Рыжий лес, рыжий лес. Ну, в Мосульманск можно. Просто отсюда будет быстрее по краю пройти. И попасть сюда, куда нужно. Опять через ЭТП придется идти. Но ничего. Подождите-ка. Нет, в город мертвых все-таки. Ну, ладно, друзья, встретимся уже в долине. Друзья, провязав в этот артефакт, я сразу попал в темную долину. То есть, даже не туда, куда было написано. То есть, подождите-ка. Я был на военных складах, да? Склады долина. Да, да, правильно. Темная долина просто. Я просто думал, долина какая-то. Блин, круто. Я уже тут. Что ж тут у нас на этой локации вообще происходит? Кто у нас здесь? Интересно. Какие враги у нас здесь будут? И тому подобное. Первый раз на этой локации вообще. То есть, ни разу не был на этой локации. Никогда. Ну, в смысле, в этом моде. Вон, вижу, там бегает тварь. Ну, главное, это не псевдогигант, понимаете? Эти твари очень простые. Ваншот. Есть ваншот, и все. А вот кровосос, это плохо. Источник излучения находится в подземной лаборатории. Значит, я туда не пойду. Ну, нахер ее. Пси-воздействие нам не по плечу пока что. Кто у нас тут? Мутанты. Одни мутанты, да? Тут. Мутант. Хм, интересно. Ну, я не думаю, что все так просто. Штуку мы не просто так нашли. Маркер нам как раз специально на нее и показывал. То, что, типа, мы могли найти ее, эту штуку. Сюда максимально враждебно. Ну, оп, 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 оп. Наемник. Как там наемников, услышите? Очень много наемников. Вот везде по сезону, вот это печалит немножко. Благо, что наемники мне друзья, ибо я сам наемник. Такие дела. Интересно. Какие мутанты его охраняют? То есть тут же мутанты? Ну, кто? Ну, не говорите мне, что это псевдогигант. Ну, пожалуйста. Ну, блин. Я надеюсь, что это не вот. Замечательно. Ну, как раз один потратил впустую, поэтому реально переигрывать нормально. Продолжаем. Там у меня игра крашнула разок. Такое бывает. Такое бывает. Такое бывает. Где эта тварь, которая мне экран так меняет? Как мне это надоело. Прятаться от выброса. Прятаться от выброса. Как же этот контроллер задрал. В лабораторию интересное могу отключить излучение сходить. Не проролся еще переход. Потратил одну гранату топовую. Печально мне это. То есть у меня есть вот такая деньга. Хотя нахренать здесь деньги, я понятия не имею, если честно. То есть, ну, чисто купить патроны, все. Юпитер свалка. Юпитер свалка. Когда не выполнено. Где этот контроллер, блин? Контроллер, мать его. Не контроллер, а контроллер, блин. Где он находится вообще? У вас ни у кого нет трейдера. А то трейдер мне бы очень помог. Вытасит у Йовини. Блин, что ж так громко-то? А я оглохну нафиг. Бейте вы его уже кто-нибудь, а? Тут совсем ненормально, блин. Дверь заперта. Я безумно этому рад, что я могу вам сказать. Нет, так не получится. Жалко. Я надеюсь, друзья, вы не оглохли еще. Этот ультразвук, это просто жесть. Особенно знать бы, где эта тварь, чтобы ее нашинковать с свинцом, блин. И грибочками еще можно нашинковать. Ладно, сейчас попробуем залезть. Вот на хрена эта комната, раз тут ни хрена нету. Не имею понятия вообще никакого. В сумочке я не думал, что что-то есть, да. Собаку эту надо найти и убить, блин. Она весь мозг съела. Мне и моим зрителям. Это этот гигант псевдо. Кто у нас здесь? Химеры. Кровосос. Хрен его знает. Все выпало. Противородерационные препараты. Я этому, конечно, рад. Не столько бы. О. Разновидность научного скафандра. Пусть она тут и лежит. Разновидность научного скафандра. Не важно чего даже. Мне главное контролера убить. Псевдогиганта-то можно убить с одной плюхи, если правильно попасть. А вот контролер, который хер знает где находится, пока ты его увидишь, весь мозг тебе высосет. Твоим зрителям тоже. В прямом смысле слова. Ой, своему ультразвукову мотиву. И главное, он именно на этой стороне находится. Это специально так сделано. Вот начинается радость. Вон он ходит. Нехрен. У этого трупа он находится, что ли? Взять кейс с архивом. А что в КПК-то написано? Я даже не успел прочесть. Флэшка архивариуса свобода. Флэшка архивариуса с координатами спрятанного имя гаджета с архивом группировки. Также содержит часть кода по расшифрованию архивки. Архивки. Расшифрование архива. Расшифрование архивки. Кто там едет? Так. Хорошо, хорошо. Вот я не помню, как попасть. Это локация какая интересная? Из чистого неба или локация из сталкера ТЧ? Скорее, ТЧ. Я не думаю, что стоит эти ящики разбивать. Хотя наш главный герой танк. Он может идти и ящики будут перед ним разбиваться. Ну да, тут всякие сейчас пойдут твари, небось. У нас никто не сидит. Какой-нибудь там, не знаю, 10 контролеров сидело бы там. Было бы прикольно. Подходишь, и у тебя там сразу мозг весь съедают. И всё. Ну, поглядим, что у нас тут имеется вообще. Что за тайник? Главное, маркеры есть. Вот это из-за моста, наверное. Так без моста их, наверное, не было бы. Я не помню такой надписи. Ого! Кто там? Интересно. Понятно. А, хоткей на аптечке сбросился. Замечательно. Эта локация, друзья, игра не загружается нормально. Она вылетает. Это печально. Но не смертельно. Я поставил хоткей на аптечке, чтобы теперь... А у них не нужно было постоянно залезать после вылета. Эта локация, да. Замечательно. Неужели? Дверь заперта. Заперта. Заперта дверь. А, стоп. Хм. Мне ведь сюда и надо. Значит, мне нужно что-то искать здесь. Как-то туда попадать. Конечно, глупая затея, наверное. Ну, что я тут добьюсь вообще этим? Не очень понятно мне. Я думаю, нам нужно найти здесь какой-нибудь телепорт, который нам поможет попасть в то место. То есть, по всей базе пройтись. Найти здесь какой-нибудь там варморе, может быть, телепорт, который даст возможность что-то сделать. Ну, или не даст. А, подождите-ка. Это же с чистого неба. Значит, там дверка есть там. Или тут половина оттуда, половина оттуда. Нет, всё-таки дверка есть. Необходимо найти ключ. Задания на поиске я вообще терпеть не могу, честно. Найти мёртвого, живого, хоть... фаршированного. Мне неинтересно, я не люблю такие задания. Ну, труп тут только один, поэтому... мы идём к нему. И он вообще за этой штукой. Труп на крыше, что ли, да? Быть такого немножко. Видимо, или внизу здесь, или на крыше. Видимо, только на крыше. Чё, попробуем выбраться на крышу. Чё-то заспаунилось, когда я его обыскал, потому что в подлагивании было это или спаун чего-то, или подобное что-то. Ну, или просто у меня память на компе кончается для запись. Не всё так сложно оказалось, как я думал, на самом деле. Проще будет заново зайти на базу, потому что искать там всякие как войти и как выйти, я не хочу. Вот то, что тут валяется артефакт, это очень странно. Причём вот такой артефакт. Странно, но хорошо. Вообще надо было так вот сделать. О, да. Что я зря без этого хожу. Вон там артефактов. Херово туча просто. Херово туча просто. Интересно стало пообыскивать даже. Артефакт, все дела. Тут что у нас может быть? Неизвестно что-то. Если было, то оно упало. К этому залезть нельзя. Видимо, нельзя. В яме нибудь, да, артефакт? Нет. Ну, я думаю, они тут есть, но за ними искаться, конечно, это интересно, может быть. Вон он. Хорошо, один нашли. Но это далеко не все, которые здесь есть. Ну, там один за стеной, скорее всего. Неленно его искать. Не будем пока открывать ту дверь. Сходим сначала наверх. Может, там что интересное есть. Сейчас. На всякий случай сохранюсь. Хм, параллельная реальность. И в сейфе ничего нет. Интересно. Какой он весит? Непонятно, но я могу уже нести его. А где командир свободы снаходится? Надеюсь, он не сдохнет, пока я буду к нему идти. Потому что это было бы совсем пипец. Что хоть на нем написано? Сейчас пока буду время тратить. Записи зашифрованы. Так. А если я вот так вот сделаю? Так, значит, мне нужно вот куда-то сюда, откуда я пришел. Наверное. А видишь, там артефакт. Мне ленью убрать, на самом деле. Скорее всего, мне нужно вот куда-то сюда вот идти. Тут где-нибудь переход будет. А так искать переход без какого-либо обозначения, да его и быть тут не может, потому что это червоточина. Не переход, по сути. Ты у нас кто такой? Наемник с дробовиком. С хорошими деньгами. Хороший наемник, однако. Больше бы таких. Ну, хорошо, друзья. Как я прибуду туда, мы с вами продолжим, я думаю. Хотя они неизвестны. Что-то они какие-то богатые наемники, прям вообще такие. Хотя это наемники, им же оплачивают работу, они людей убивают. Поэтому это и понятно, почему у них столько денег. Ай. Готовно хотя бы патроны дробовику появились. Хоть что-то в этом хорошее есть. Давайте пробуем сюда сходить. Может, нас провод проведет куда-нибудь, хотя бы в рыжий лес какой-нибудь там и прочее. То есть проводнику надо дойти, потому что проводник реально может помочь. Вот там два этих говноря летают, которые один огненной, другой электрический. Что мне с ними знакомиться совсем не хочется, но, наверное, по пути я придется с ними знакомиться. Тут еще кто-то вот находится. Где-то тут мутанты еще. Это они, наверное, и есть, да? Надеюсь, что это именно они и есть. Потому что мне неинтересны они. Ну, ай, опять это сезон начинается. Что бы ее... Благо, надеюсь, что там есть переход, поэтому это будет очень хорошо, если есть переход. Допустим, хотя бы в рыжий лес. Я не прошу там прям куда нужно, на военные склады. Хотя бы в рыжий лес. Я думаю, никаких переходов вообще не будет. То есть будет по этой местности переходы, скорее всего. А нам придется попадать туда, и идти через кордон и прочее. Такой же вот телепорт, похоже на это, но с другими червоточинами можно найти в подземелье Агропрома примерно. То есть я не помню, где он именно... Ну, нет, я помню, где он именно находится. Я не помню, как туда именно попасть. Просто замечательно, что я могу вам сказать. Друзья, это не локация, это геморрой лютый просто. Сколько раз вот я умер, столько раз я и вылетел. То есть игра не вылетает, игра просто зависает. То есть, ей приходится снимать процесс. Там она сейчас попробовала все-таки не умереть от этих тварей, которые появляются от псевоздействия. Нормально посмотреть, что же у нее за телепорт это есть, а? Потому что мне уже совсем не нравится, что в эту игру приходится перезаходить по тысяче раз. Да вообще, вылеты это всегда плохо. Вообще, она маркер все выдает, он показывает, где переход. На самом деле, как видите, он, видите, показывает куда-то вбок. То есть, значит, где-то там есть переход. Поэтому... Поэтому будем знать, если это так. АВ-23, да пофигу какое, САВ-э. Вот, мужик, ты меня... Так, ну, понятно. Я так и думал, друзья, честно. Дальше идем по маркеру, он нам показывает 500 метров. Замечательно. Дошли. Великолепно. В общем, я думаю, вы знаете, как мы сделаем, друзья? Сейчас посмотрим, сколько часть идет. Если она уже порядочно идет, то мы зайдем до туда в следующей части. Если нормально, то пойдем сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok